Чествование ветеранов самых знаковых в сражении Великой Отечественной войны в городе над Бугом уже стало хорошей традицией. Московская, Сталинградская, а теперь и Курская битвы отметили юбилейные даты своих победных окончаний. И в этот раз именно стойких и мужественных солдат, которые стояли на Орловской Курской дуге, поздравляли с праздничной датой в Брестском горе с полкомом. Сегодня на Брещене в Годничино проживает, к сожалению, всего только 40 ветеранов, участников конкретно этой битвы, Курской битвы. Из них 25 живет в Бресте. Мы постарались навестить каждого из этих 25 ветеранов, потому что не каждый, к сожалению, сегодня всего ряда обстоятельств может прийти на эту встречу. Те, кто пришел, мы вдвойне рады. С каждым годом людей, которые принимали личное участие в боях, становится все меньше, и потому такое общение особенно важно и нужно. События этих страшных месяцев и лет ни в одной книге не могут быть описаны так, как о них рассказывают сами участники. Именно вживую такие рассказы трогают и заставляют задуматься, понять и почувствовать, насколько важно сохранять мир и покой на земле. Если бы стойко солдаты не стояли, то победы бы не было. Солдаты стойко стояли все, когда в бой никто не хотел отставать. Все хотели идти первыми. Гордость за великую победу в великом сражении, означавшую коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны, безмерная благодарность нашим воинам на фронте и труженикам в тылу за вклад в победу, эти чувства и эмоции возникают у каждого, кто слышит и слушает рассказы ветеранов. Ведь помнить о прошлом, а тем более о таком героическом, долг каждого из нас, живущих благодаря силе, мужеству и стойкости поколения войны. Полторы тысячи танков, более 500 тысяч солдат, это страшные цифры, характеризуют о героизме советского солдата. Советского солдата, где мы подразумеваем и русского, и белоруса, и украинца, и представителей других национальностей, которые все вместе защищали единую Родину. Время не стоит на месте, оно движется вперед, все меньше и меньше становятся тех живых свидетелей, тех событий, и мы должны использовать каждую возможность, каждый момент, чтобы общаться с ними, чтобы из их уст перечитывать, вспоминать историю того времени.